Открыть новое месторождение, найти остатки древнего животного и сделать открытие мирового масштаба. Пожалуй, об этом мечтает каждый геолог. Но для этого нужно пройти долгий и трудный путь. Снарядить экспедицию и добраться до заветного места бывает совсем непросто. Исследователи чаще других бывают там, где в прямом смысле не ступала нога человека. И все ради того, чтобы добыть ценный материал для исследований. В экспедиции ученые отбирают материал для исследований. И точно указывают место отбора образца или пробы. Точку на карте ставят, используя спутниковый навигатор. Кроме этого, все данные строго фиксируются в полевом дневнике. Но это лишь малая, хотя тоже очень важная и сложная часть работы. А впереди исследование. После завершения исследования, опубликования результатов и подготовки отчета, собранные образцы оформляются в специальные коллекции и сдаются на хранение. Это святая святых института геологии. Его ученые называют камнехранилищем. Именно здесь находятся все добытые в многочисленных экспедициях материалы. Череп древнего медведя, бивни мамонта, множество пород и проб из разных мест. Всего более 200 тысяч единиц хранения. Каждый образец с имеет свой уникальный номер и данные о том, когда и откуда привезен. Во время переезда в новое здание с некоторых образцов были утеряны этикетки. Таких образцов совсем немного, но их все же не выбросили, а оставили в качестве экспонатов для музея. Камни собакиты. Когда, например, теряется этикетка или что-то такое, получается красивый образец, жалко выкинуть. С собакитами геологи шутливо называют образцы, непригодные для дальнейших исследований. Обычно их оставляют для обменного фонда или учебных коллекций. Считается, что этот термин ввел академик Александр Евгеньевич Ферсман. По его словам, собакиты могут быть полезны только для бросания в злых собак и иных агрессивных животных с целью их отпугивания. Институт геологии Коми накопил огромный опыт и знания по Арктике. На Пайхое, Тимане, островах Северного Ледовитого океана побывало более ста геологических экспедиций. Повторить в таких объемах и масштабах выполненные ранее работы на сегодняшний день очень трудно. Такие экспедиции будут очень затратными и организационно сложными. Поэтому собранный в хранилище материал уникален. Он может послужить первичной геологической информации для всех организаций, работающих в Арктике. Сейчас мы находимся в основных фондах, где сосредоточено более 90% материалов, которые собрали сотрудники Института геологии, также передали сотрудники других геологических организаций Республики Коми. Есть материалы, которые отнесены к основному фонду, которые на постоянном местах хранения. И есть рабочие материалы, когда ученые могут прийти в наш музей, не повторять уже те геологические работы, которые проведены ранее, взять этот материал для повторного исследования или сделать дополнительные анализы для уточнения наименования или выявить новые свойства образцов. Перед исследованием породы определенным образом подготавливают. Для более детального изучения, чтобы понять, из каких минералов состоит образец, его измельчают. Вот на такой установке порода дробится на более мелкие фракции, затем просеивается. Как правило, для изучения требуются частицы размером не более двух миллиметров. В основном породы распиливают, шлифуют, полируют и изготавливают различные препараты для исследований. В зависимости от того, какого размера нужны образцы для исследователей. Вот здесь породу разрезают и шлифуют. Затем ученые выберут тот участок, который интересен для исследований. Из него сделают более тонкие срезы. А здесь очень тонкий процесс изготовления образцов. Вырезается тонкий шлиф. Затем образец заливают в эпоксидную смолу и шлифуют до блеска. Так изучаются рудные минералы в составе горной породы. Фиксируется сухно для полировки. Наносится алмазная суспензия соответствующего размера. В нашем случае это микронная суспензия для полирования. Устанавливаются настройки, длительность полировки, режим полировки. В держатель устанавливается образец. Процесс полировки происходит в автоматическом режиме. Ну вот, собственно говоря, мы включаем полированный образец. Для обывателя это всего лишь камень. Для геолога это образец горной породы, который он привез из экспедиции. Затем эти горные породы готовят к исследованиям. А вот так выглядит образец для исследований. Это тонкий спил или шлиф горной породы. И вот такую картинку геолог видит под микроскопом. Ученые по этим красивым рисункам определяют, какие же минералы перед ними. И чаще всего это целый спектр разных минералов. По оттенкам этого красивого среза горной породы можно также установить и в каких условиях, и при каких температурах порода могла образоваться. Мы видим амфиболиты. Порода состоит из зеленого амфибола, а тут он зеленовато-коричневый, и бессветного плагиоклаза. Отсутствие низкотемпературных минералов говорит о том, что эта порода скорее сформировалась при высоких температурах, не менее 600 градусов. Значит, это шлиф у нас в проходящем свете без анализатора. Вот так он выглядит с анализатором. Это нужно для уточнения состава минералов. Под микроскопом можно определить большинство горных пород. Это поможет установить, в какой обстановке образовались данные породы, какие магмы выплавлялись и на какой глубине. А это, в свою очередь, возможность понять, какие полезные ископаемые здесь можно найти. Это фундаментальные знания. Конечно, если вы откроете энциклопедию, вы всегда это найдете. Какого времени формирование наши уральские горы, какие породы участвуют в этом строении. Прикладное значение имеется, поскольку с этими комплексами связаны полезные ископаемые. Это могут быть и железорудные, искарные, золото, всем известное, чудное, молибден. То есть целый спектр элементов полезных ископаемых, которые связаны с магматическими, галканическими горными породами. Как хорошая хозяйка знает, где у нее что лежит, страна должна знать, где что находится, в какой минеральной форме, в каком количестве. Исследования проводят разными методами и способами. Науке петрографии более ста лет. За это время учеными было многое изучено и открыто. Петрография занимается изучением и описанием горных пород, химического состава, структуры, текстуры и других особенностей. Каждый минерал имеет свои характеристики. Петрографы уже со студенческой скамьи учатся определять минералы, как говорится, на глаз. Сначала мы смотрим визуально в лупу. Я уже могу сказать, какие минералы здесь находятся. Но многие минералы более мелкие. Для этого требуется изготовление шлифа. Если порода дробится, потом мы вытаскиваем из нее минералы. Ну, здесь вот как бы они в пакетике, конечно. И уже вот эти минералы, они идут или на электронный микроскоп, или на определение возраста. То, что дробится до фракции пудры, потом растворяется или сжигается. По спектру определяется состав горной породы, или при растворении, как при классической химии, определяется состав породы. Возраст породы определяют множеством разных методов. Это можно сделать с помощью минерала геохронометра. Геохронометр – это своеобразные часы для измерения возраста Земли. Такими часами может быть минерал циркон. С персидского переводится как «золотистый». Бывают такие минералы уникальные, как тот же циркон, когда вы можете проследить по зональности минерала все этапы, которые он проходил. То есть плавление кристаллизации, метаморфизма последующего. Он имеет зональное строение, и в каждой зоне фиксируется каждый последующий процесс. С течением времени ученые открывают новые методы исследований. Появляется новое высокоточное оборудование, с помощью которого можно сделать совершенно новые открытия. Из породы возраст, который нужно определить, отбирают минералы геохронометры – цирконы. И вот на таком микроскопе определяют, в каких зонах мельчайшего минерала можно это сделать. В результате взаимодействия ускоренных электронов на поверхности циркона происходит ряд процессов. Одним из процессов является катодолюминесценция – свечение вещества. Детектор регистрирует эти лучи. Мы видим зоны роста циркона. Если смотреть в обычном режиме электронного микроскопа, я сейчас могу вам продемонстрировать, мы не видим данные зоны. Это будет обычный, непрозрачный циркон, где зоны не видны. Это у нас обычное изображение, а это катодолюминесценция. И видно разницу. На экране мы видим циркон, зональность. И мы видим, как он растет. И мы можем продатировать данный циркон. И это только начало. В институте отбирают цирконы, выявляют, по какой зоне можно определить возраст. И отправляют шашки с вмонтированными цирконами в другую лабораторию, в которой определят абсолютный возраст данной породы. Наука не стоит на месте. Ученые совершают открытия. Появляются новые методы исследования, а для этого нужно более совершенное оборудование. В этой лаборатории ученые модернизируют устаревшие экземпляры. Вот прибор для рентген-люминесценции. Он морально устарел и требует технической доработки. Там данные регистрируются с помощью самописца. То есть, как все видели, на бумажку ходит, перой пишет. А наша задача – написать приложение на компьютер и связать его, чтобы данные поступали уже на компьютер, и их можно было, как на современных приборах, обрабатывать. Вот блок светофильтров. Его напечатали на 3D-принтере. Это в процессе разработки. Вот, например, я нажимаю ему посылку. Блок светофильтров работает. То есть, он выставляет определенный светофильтров. А вот плита тоже усовершенствовали. Теперь на ней можно выпаривать кислоты в платиновых мензурках. Чтобы не было коррозии, плиту покрыли тефлоном и установили терморегулятор. К примеру, у нас на доске план текущих работ. Здесь мы вот видим Т-скан. Это современнейший электронный микроскоп. Но вот, к сожалению, пришлось ремонтировать. Галочка стоит. Сделано. Иван Соловьев в этом деле прославился. Рентгенеминсцентный томограф. Изготовление. Вот придуман новый прибор. Съемка. В ближайшее время приступим к его изготовлению. Практически все для этого готово. Маятник Фуко. Такой маятник есть и в Институте геологии КОМИ. Длина стальной нержавеющей проволоки маятника 17 метров. А масса стального шара 56 килограммов. В нашей стране это второй по величине маятник. Чем длиннее подвес, тем более точно двигается маятник. И благодаря этому маятнику можно в закрытой комнате установить, на какой широте мы находимся. Казалось бы, что такой маятник должен колебаться в одной плоскости. То есть раз за разом прочерчивать одну и ту же линию. Но эксперимент показал совершенно иную картину. Из-за того, что Земля вращается, маятник при колебании начинает рисовать необычную фигуру, похожую на цветок. При этом размер лепестков такого цветка говорит нам о величине угловой скорости, с которой вращается наша планета. На нашей широте в Сыктывкаре скорость вращения плоскости колебания составляет порядка 13 угловых градусов за час. На северном полюсе это будет максимальная скорость. За сутки плоскость вращения поворачивается на 360 градусов. Но на экваторе вы не увидите вращения плоскости колебаний маятника. Поэтому на экваторе его ставить бессмысленно. Ученым всегда было любопытно, как же появилась наша планета. Как менялась? Какие процессы происходили с течением времени? В Институте геологии Коми тоже изучают эволюцию Земли в ее геологической истории. Ученые полагают, что Земля как планета образовалась около 4,5 миллиардов лет тому назад. Сегодня на нашей планете 6 материков. Однако на протяжении истории Земли облик планеты неоднократно менялся. Первые признаки земной коры появились 4 миллиарда лет тому назад. Сначала на планете появился небольшой участок суши. Затем ее становилось все больше. Она формировалась за счет океанической коры, которая поднималась и стала возвышаться над уровнем моря. Появился первый континент, который потом раскололся на несколько частей. Континенты с течением времени еще несколько раз сходились в один суперконтинент и затем снова распадались. Такое движение континентов связано с процессами, идущими глубоко в недрах Земли, в ее мантии. На Урале и в том числе в его северной части встречаются уникальные породы возрастом около 3 миллиардов лет. Вот этот образец. Для обывателя эта порода вроде бы ничем не примечательна. Но этот ценный экземпляр может рассказать о многом. В том числе, какие процессы происходили на нашей планете с течением времени на протяжении 3 миллиардов лет. В качестве таких результатов, которые были получены по этому направлению, это уточнение образования кротона Балтика, который образовался примерно 2 миллиарда лет тому назад. Кротон – это крупный массив континентальной коры, который имеет свои свойства, и он единый, он не распадается. Это древний кротон, который был в составе суперконтинента, так называемый Колумбия, вот куда входит и наша территория. Учитывая, что у нас есть комплексы, которые соответствуют 2 миллиардам лет и более древним, то мы уточнили, во-первых, историю формирования этого кротона и его границы. В таких границах он обозначался, сейчас мы считаем, что он значительно больше. При движении и столкновении континентов, а также горизонтального и вертикального движения земной коры, на Земле происходили различные процессы. Извержение вулканов, раскрытие и закрытие океанов, рост и разрушение гор, в результате чего со временем образовывались полезные ископаемые. Сегодня ученые исследуют нашу земную кору. Это верхняя оболочка Земли. Ее толщина примерно 30 километров. Она сложена из различных горных пород. Геологи исследуют глубинное строение Европейского Северо-Востока. Это помогает понять, как и в каких условиях образовались те или иные полезные ископаемые. Те породы, которые мы изучаем, это те, которые образовались в 100 миллионов лет, несколько сотен миллионов лет, даже миллиардов лет, они встречаются только в горных системах. Это на Урале и на Тимане. По такому определению Николая Павловича Юшкина, нашего академика, он говорил, что в горных системах земная кора вывернута наизнанку. Действительно, здесь встречаются породы, которые находились и сформировались на глубинах 10, 20, 30 километров, которые имеют очень древний возраст. Кстати, тектонические плиты движутся и сегодня. Но все происходит довольно медленно. Время от времени это вызывает разные катаклизмы. В том числе землетрясения. 13 января 1939 года на Сысоли жители двух десятков деревень с интервалом в три минуты ощутили подземные толчки. Учеными установлено, что эпицентры двух событий были вблизи села Чукаеб на северо-западе и Нючпас на юго-востоке. По мнению геофизиков, это было самое большое землетрясение на восточноевропейской платформе. В 1939 году его зарегистрировали пять сейсмостанций. Территория северо-востока европейской части России в сейсмическом отношении считается относительно спокойной. Поэтому неудивительно, что республика Коми достаточно долго с точки зрения изучения сейсмичности являлась белым пятном. В Сыктывкаре первая сейсмостанция была установлена лишь в 1996 году. Это сейсмоприемник, тот прибор, который регистрирует колебания движения земли. Запись трехкомпонентная, как везде. Чтобы объем писать, это север-юг-запад-восток и вертикальная компонента. Ну, как в математике, X, Y, Z. Движение земли, минимальное колебание, все это регистрируют приборы. По каналу связи в сам регистратор идет, вот этот вот блок, который вы увидите. И дальше уже передается в память на Винчестер Компа. И по любому каналу связи, какой возможно придумает, то ли там по кабелю, то ли GPRS, то ли просто по сотовую связь, мы передаем это в институт в реальном времени. Это помещение сотрудники обсерватории любезно согласились нам показать. Хотя входить сюда и даже подходить близко к этому объекту строго запрещено. Обычно сейсмографы ставят подальше от населенных пунктов и дорог. Иначе промышленные шумы от транспорта и работающие техники будут забивать запись сейсмографов. И определить в этом техногенном шуме землетрясение будет сложно. Станции нам удалось поставить три. Постоянно работает только Сыктывкар на одном месте, а остальные мы, в общем-то, переносим на несколько лет. У нас станция работала в Ижме, станция работала в Гриве. Сейчас станция работает в Пожиге, Сыктывкаре и в Инте. И вот уже 25 лет наблюдений позволило нам с уверенностью говорить, что на нашей территории происходят семейские события. Мы будем называть их землетрясениями. Именно тектонические землетрясениями, потому что нельзя путать их с техногенными. После установки сейсмостанций в коме учеными было зарегистрировано более десятка землетрясений. Самое сильное из них – Емвинское. Произошло вечером 17 сентября 2004 года вблизи поселка Ракпас Книжпогорского района. Этот толчок почувствовали все жители населенного пункта. Сейсмическое событие зафиксировали 25 станций – пермские, архангельские и даже зарубежные станции. Опираясь на слова очевидцев и обработав записи сейсмографов, Емвинское землетрясение оценили как пятибальное. По материалам исследований сотрудники института выделили четыре зоны на территории коми, в пределах которых возможны землетрясения. В одну из них попал и Сыктывкар. На экране землетрясение 2011 года, которое произошло в 20 километрах от Сыктывкара. Естественно, его никто не ощущал, оно было очень слабо, его магнитуда 2, но произошло оно совсем рядом с городом. Сейсмически наиболее опасной считается зона Кировско-Кажемского овлакогена. Это область земной коры, на которой проходят сложные процессы перестройки. Эта узкая зона протягивается от Сыктывкара до Кирова. Там возможны землетрясения силой до 7 баллов. И, по мнению ученых, больше всего потряхивает именно здесь. Ученые составили схему сейсмического районирования. Она ежегодно пополняется. Мы получаем записи сейсмического события. Естественно, нам мало наших, только записи. У нас всего три сейсмостанции. Мы взаимодействуем с коллегами из других центров сейсмологических, из Архангельска, из Апатит, из Перми. Обмениваемся данными, добавляем к нашим и обрабатываем это событие, рассчитываем эпицентр. Затем мы определяем магнитуду события. В зоомоактивности попадают и северные города – Воркута, Инта. Здесь, помимо природных, наблюдаются землетрясения и техногенного характера. В Инте в начале 90-х из-за обрушения в угольных шахтах были зафиксированы техногенные землетрясения силой в 4,5 балла. В мае 2005 года в Воркуте произошло пятибальное природное землетрясение. Очаг располагался в 30 километрах северо-восточнее Воркуты. У нас на Ударе собирались строить атомную станцию. Выбрано место совершенно неудачное. Оно было выбрано на крупном разломе. Ну, я думаю, может быть, не это сыграло основную роль, может быть, там, жители и что. Но вот в таких ситуациях, с пониманием того, где строить крупные объекты, объекты опасные, вот и сейсмичность очень важна. Но вернемся к полезным ископаемым. Говорят, что в Республике Коми вся таблица Менделеева. Это верно. В музее Института собрано множество образцов, которые были найдены на территории нашего края. Но все же не все полезные ископаемые впоследствии разрабатываются. Перед разработкой ученые изучают, можно ли полезные ископаемые добывать в промышленных масштабах, каковы его запасы, в каком производстве можно будет использовать. И будет ли экономически выгодно это месторождение разрабатывать? На Тимане известно Амдерминское флюоритовое месторождение. Оно было открыто в связи с использованием флюорита как металлургического сырья. Он используется в металлургии для понижения температуры плавления разных руд. Но благодаря исследованиям, которые были выполнены у нас в институте, было показано, что этот флюорит обладает высоким качеством и может использоваться для получения оптических изделий. То есть это месторождение оказалось очень важным еще и вот с этих позиций. Из-за этих исследований была получена премия Совета Министров Российской Федерации. У нас есть крупнейшее в России месторождение пьезооптического кварца, высококачественного жильного кварца, горного хрусталя, желанное. Это Интинский район, Приполярный Урал. Разрабатывалось в течение многих лет. И сейчас это месторождение, если говорить о запасах, оно не выработано. Там остаются большие запасы. Сегодня продолжаются исследования на Пайхое, на Северном Тимане и Полярном Урале. И остаются без внимания и более южные территории Республики Коми, другие регионы, страны и континенты. Ученые Института геологии работают в Сибири, Забайкалье, на Таймыре, на Кольском полуострове. Сотрудники Института обнаруживают месторождения полезных ископаемых, которые пока не добывают. Но это довольно перспективные месторождения. Месторождение чудное. Вы все знаете, это золото. Ведь это тоже сотрудниками нашего Института. Они нашли это месторождение. Дальше совместно с специалистами полярного уралгеологии мы изучили. И сейчас это стало очень крупным объектом. Это 30, а может быть даже 50 тонн золота. Это одно из самых крупных месторождений будет в Европе. Ну да, вот оно в национальном парке. Есть и другие полезные ископаемые, которые для нас, обывателей, не являются полезными ископаемыми. Но тем не менее они очень нужны. Например, для строительства дорог нужны песок, щебень, гравий. Ученые ведут поиск этих материалов вблизи строительства, чтобы сделать проект экономически более выгодным. Про эту дорогу Баринскомур президент написал поручение о строительстве. Ведется проектирование порта на Индигу. У нас есть свои варианты строительства этой дороги. Эта дорога называется Сосногорск-Индига. Мы же придерживаемся того, что сделать ее из Чиньяворока путем расширения действующей бокситовой дороги и продолжением на север. Что нас ожидает в будущем? Ну, безусловно, это изучение и не только земной поверхности, но и поверхности других планет. Ведь, конечно же, если какой-то человек впервые вступит на другую планету, ну, как было с Луной, что он первым делом сделал? Он отобрал пробы грунта. То же самое будет в каком-то будущем на Марсе, на других планетах. Конечно, мы все дальше и дальше погружаемся в изучение глубин Мирового океана, потому что будущее связано тоже с освоением Мирового океана. Это такие направления, которые, может быть, не сильно связаны с территорией Республики Коми, но это наше будущее, будущее геологии. А пока ученые Института геологии Коми продолжают изучать, как развивалась наша планета, как эволюционировали и взаимодействовали между собой виды, как образовались и где можно найти полезные ископаемые. Еще много загадок таит в своих недрах земля Коми. Разгадать их и сделать доступными несметные сокровища подземных кладовых – такова цель ученых Института геологии Коми. Субтитры создавал DimaTorzok